Здравствуйте! Итак, центральным событием сегодняшнего дня будет итоговое, вероятнее всего, голосование в британском парламенте по теме Брекзита. Здесь много существует сценариев. С одной стороны, считается, что парламентарии все-таки, очевидно, примут план Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза. Это один вариант. Второй вариант – это стремление парламентариев или, иначе говоря, элиты Великобритании к новому референдуму. Возможно, эта тема будет также затрагиваться в сегодняшнем голосовании. Ну и другой, третий возможный вариант – это выход страны вообще без какого-то соглашения с Европейским Союзом, конечно же. Несмотря на то, что ранее считалось, что действительно парламентарии не захотят этого крайне негативного третьего варианта, такая вероятность все-таки остается. Потому что, ну, слишком много существует недовольных в британском парламенте теми условиями, которые согласовала нынешний премьер-министр Тереза Мэй с Брюсселем по теме, опять же, Брекзита. Учитывая вообще общую картину, которая сейчас складывается вокруг этой трагикомедии, можно говорить о том, что британский фунт будет, вероятно, сегодня подвержен довольно-таки высокой волатильности против всех основных валют и, конечно же, по отношению к американскому доллару. На мой взгляд, ситуация вокруг голосования по Брекзиту в парламенте также должно будет оказать непосредственное влияние на курс единой европейской валюты, в первую очередь в паре с американским долларом. Оценивая общую картину, которая сейчас складывается перед открытием торгов в Европе, я хочу предложить вам две торговые идеи. А я буду говорить о двух валютных парах – евро-доллар и британский фунт, американский доллар. На мой взгляд, пара евро-доллар может сегодня под влиянием голосования в британском парламенте как вырастет, так и снизится. Все будет зависеть от итога этого голосования. Итак, пара может продолжить локальный рост на позитиве, но для этого ей необходимо преодолеть отметку 1.1240, и тогда она может действительно подрасти к уровню 1.1285. В то же время, если не будет позитива, пара может, преодолев нашу предыдущую цель 1.1220, устремиться к нашей также предыдущей второй цели 1.1180. В отношении второй валютной пары, пары британский фунт, американский доллар, хочу заметить, что, ну, я уже об этом сказал в начале обзора, что здесь очень многое будет зависеть от голосования в британском парламенте. И я считаю, что пара в перспективе может получить заметную поддержку и даже попробовать вырасти к уровням, предшествующим референдуму по Брекзиту в 2016 году. Но это некоторая отдаленная перспектива, и это произойдет только в том случае, если Британия решит остаться в ЕС и будет объявлен новый референдум. Но до этого пока, на мой взгляд, еще далеко. И поэтому локально, на мой взгляд, волатильность пары останется высокой, и она будет по-прежнему оставаться в боковом диапазоне, как, собственно, мы и наблюдаем общую картину, схожую общую картину на валютных рынках. Итак, на мой взгляд, пара может сегодня на позитиве, преодолев уровень 1.38, если устремиться к отметке 1.3245. Но если этого позитива не будет и будет негатив, по итогам голосования парламентария, пара может, преодолев отметку 1.35, устремиться к локальному минимуму 1.2960. Ну что ж, вот такая картина сегодня формируется перед открытием торгов в Европе. А я, со своей стороны, хочу предложить вам посещать мой инстаграм, где я буду выкладывать свои торговые идеи по валютному рынку, и, может быть, даже не только по нему. Ну, ссылку вы сейчас видите. Ну что ж, на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам удачи. До свидания.